Теперь тебя нету. Я так с краюшку. Что-то у меня может пониже чуть-чуть камера, а то у нас за ней головы торчат. Нормально. Думаешь? Вот так вот. Что, нет что ли? Нормально, хорошо. Ой, я пойду стаканчик воды себе пока наливи, ладно? Тебе ничего не налить? Ну иди, минералки. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать у себя в зимнем саду, в наших семейных посиделках. Илья пошел налить водички попить. Пока пообщаюсь с вами я. Добрый вечер. Добрый вечер. Вечер добрый. Я думаю, мы сегодня с вами хорошо пообщаемся. Спать не будем, будем общаться. Добрый, добрый, добрый вечер. У нас прошел такой сильный ливень. Дела у нас все нормально, все хорошо. Приветик, привет, добрый вечер. Говорю, дождь, такой ливень был вообще прям ужас. И мы вас рады видеть. День как прошел. День прошел какой-то суматошный. Мы хотим дом обкладывать кирпичом. Ездили везде, кирпич искали, где подешевле. В общем, как вот у меня лично был вообще бешеный день какой-то. Града не было. Но был очень сильный ливень. Очень сильный дождь. Града не было. Ольга, 78. У нас на три дня. Томовое предупреждение. Ну, ветер был, да, действительно очень сильный. Видел кетчупа. Да, вот отсняли. Дочь должна очень долго монтировать. Очень длительный процесс его такой. Готовить его недолго. Но вот снимали, вот как бы, и смонтировать это все. Чтобы не было затянуто. Потому что она всегда монтирует. Кетчуп вкусный. А, нифига. Ого. Стеннисный мячик. Ничего себе, Град. Это он может так и стекла побить. Миллахи. Добрый вечер. Выбила стекла. Привет, наконец-то с вами. Ча-то смотрю. Кострома. Добрый вечер. Как поживаете? Хорошо. Хорошо. Вы успели картошку выкопать до дождя. Да, мы тоже уже сегодня говорим. Как хорошо мы успели картошку выкопать. Она в погребе. Теперь ничего не страшно. Теперь надо грядки готовить под чеснок. Илюшка, ты представляешь, мне написали, вышли тебе 100 килограмм чеснока. 100 килограмм. Скажу, конверт высылаете. С марками. Ой, сегодня вторник. Я так устал, так устал. Юлю, вы обещали видео про орхидеи. За прошлый год у меня есть видео. Про комнатные цветы мы как-то стараемся снимать уже где-то осенью, зимой. Сейчас нет. Нет, не убирали. Еще рано. Ни морковку, ни свеклу. Не убирали. У тебя что, минералка? У меня это вода с лимоном. Которая сейчас, да, они постоянно цветут. А тут вышла в эфир. Так приятно видеть вас. Бонжурно, бонжурно. Так, если вы нас смотрите на ютюбе, почему вы пальцы вверх там не ставите? Я смотрю статистику. Как раз по вашей рекомендации обрезала ботву у картошки. Ботву надо обязательно обрезать. Вот мы обрезали 2 недели. За 2 недели до посадки. Пореем делать. Оставить в грядке. Нет. Ой, сирень зацвела. Лена, если он у вас хороший порей, как бы хороший, да, порей, то вы его убирайте. Его можно в пищевую пленку и убрать в подвал. Хорошо закутать. Или в песок. Сама ботва обрезается, да. Оставляется где-то сантиметров 15. Немного зеленой этой ботвы. А так она срезается. Снова птицы в стаи собираются. Чем днем занимались? Я говорю, я бегала в поисках, ездила в поисках кирпича с мужем для дома. А или я работал. Что-то все спят. Просыпаемся, просыпаемся. Сердечки. Юля, что можно сейчас посеять на пустующей грядке? Ну вот в теплицу я купила, нет, не купила. Я все только прицениваюсь, где подешевле. В теплицу буду сеять кинзу, укроп и редиску. Не под зиму, а для того, чтобы вот кушать. Через месяц будет все готово. А салат еще. На улице что-то сеять уже поздновато. А я хочу переплавить цепочку. Какую? Да, свеклу ближе к сентябрю. К золотую. К середине сентября. Зачем? А если тебе туда... Ну а что надо здесь лежать? Стыр. Может сдать ее вообще на папке? Не, 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 лучше перекладить. Помидары будете сеять? Да, вы знаете, мне написала одна подписчица, она сажала, и у нее, говорит, прям получилось. Она дольками, семенами нарезала, в землю закопала и, говорит, отличная рассада была. Спасибо за вчерашнюю установку. День прошел замечательно. Вот, видишь? Илюша готов, все готово к занятию. Завтра поеду на работу, ежедневник забыл, надо смс-ки еще отправить. Что мы начинаем работу, когда только мы барную стойку доделаем. Обвиняем. Ой, у меня просто такая цепочка очень здоровая. Мне подарили ее по-чесноку, мне ее подарили. Подарили, чувак работал в прокуратуре и подарил цепочку. Ну там, короче, там какие-то, ну история, не важно. И мне, говорит, цепочка нужна, я говорю, нужна. И мне подарили цепочку, какой-то 580 какой-то там пробы. Очень хорошая, очень древние пробы. И она очень тяжелая. А я переживаю, блин, а есть это в каком-нибудь там мантру по, блин, цепочке? Ну она как бы лежит, у меня хлеба не просит. Ну, странно, что у меня цепочку такую подарили. Не, или какая-нибудь там, может, ну, может, ворованная, кто ее знает. От Насте привет, и Насте привет. Насте тоже привет. Я вот думаю, что мне с ней делать. Да переплавляй тогда, не жалей. Ага, если подсыпет какой-то фигни. А тебе что? Тебе все равно ее дарят так. Она очень бессонная. А я не знаю, там же денег надо заплатить, правильно? Ну да, заработаю. Ой, сейчас денег нет. Ну, значит, пусть лежит, что он тебе хлеб просит? А если сдать ее за на деньги? Нет, не сдавать. Как лом. Дешево очень золото принимает. Можно обменять в магазине на новое. В магазине? Прям в любом золотом магазине? Нет, ну есть там у них акции, они взвешивают. Но они как бы все равно все дают, мне кажется. Они не хитренькие, они дают поменьше. Как простить, мужу изменят. Никак. Мама такая, никак. Если изменила раса, изменит еще. Ну, здрасте, приехали. А бывает, что он по глупости изменил? Ну да, конечно. Ну, конечно. Ты рассуждаешь как женщина, а я рассуждаю как мужчина. Как мужчина, да? Прям по глупости. Бывает иногда. Хоп. Голова чем-то другим забита. Это лучше, чем ломбард. И вот бывает. А я считаю, что можно один раз простить измену. Я вам расскажу что-то про измены, там, тара-та-та. Общаюсь с мальчиками и с девочками глухонемыми. И пара там. Встретил пару. Вы сегодня? Да, мы устали, чуть-чуть подмотались. Вот. Встретил пару семей. Ну, не семейные, они встречаются. Мальчик глухонемой и девочка. Мальчик-спортсмен. Мальчик-спортсмен. Он в олимпийских играх, тара-та-та, для инвалидов там участвовал. И он проиграл одну олимпиаду. И его тренер сразу же сказал, все, ты мне не нужен. А до этого он выигрывал, выигрывал. У него какие-то там медали были. У него 33 операции на коленке. Он, то есть, вообще там, ну, инвалид. И он его взял как собаку и выбросил. И он сейчас встречается с девочкой. А мальчик говорит, ой, я в разводе, я был в браке. Мне не понравилось, потому что жена, короче, она мальчик-москвич. И жена встречалась с ним ради прописки в Москве. Он потом это узнал и решил с ней развестись. А девочка работает моделью, фотомоделью. И она сейчас поправилась, ее тоже из модельного бизнеса выгнали. И она тоже была в браке. А я такой говорю, а ты что развелась? Она такая, ну, мы поженились, и я пришла домой на третьи сутки и увидела мужа с любовницей в кровати. И, короче, там вообще, ну, понятное дело, прикинь, на третьи сутки после свадьбы. И она говорит, и мы разбежались, и папа, и родители, там был скандал, там отец орал, что как такое, та-та-та-та-та. Я не знаю, я считаю, измена не прощается. Ну, предательство, это предательство по отношению к близкому человеку. Мам, на пять двадцать пять, ну, это, ну, да. Ну, прям, да, прям вот у меня. Нет, подожди, я тебе хочу сказать. А есть, нет, я тебе говорю, точку зрения разные есть. Есть мужчины и женщины, которые говорят, ой, да мы изменяем, а это никто не знает, и лучше никто не знает, меньше знают, крепче спят. И так же продолжают гулять. Не, я знаю, что хочу рассказать вам, что это должно зависеть у вас, допустим, измена, это предательство человека. Это тому человеку, который изменяет, ему должно быть стыдно, что, вот я всегда говорю, что должно быть стыдно за свой внутренний какой-то мир, правильно, за свою какую-то душу, потому что, прикинь, ты изменяешь, ты обманываешь. И есть люди, которые, а, обманули раз, и фиг с ним. Правильно, правильно, таким не стыдно. Которые это совершают, им нисколько, Илья, не стыдно. Нет, но иногда же люди ошибки совершают, правильно, может быть, он из категории людей, что он один раз совершил ошибку, и ему сейчас очень стыдно, понимаешь? Не, вот бывает, но это должно быть это. Ну, в голове, наверное, что-то там. Не знаю, я считаю, нет. Есть все равно, говорю, есть люди. Илья прав. Вот, видите. Да, изменить не стыдно было. Ну, как вам сказать, изменить не стыдно, ну, может быть, там сложились так обстоятельства, знаешь, как бывает, черт попутал, может быть, мы ведь не знаем всю ситуацию. Иногда бывает, я историю вам расскажу, бывает, что муж изменяет. Допустим, нет, жена изменила там, где-то гульнула, и муж такой, ага, ах, ты так, и я тебе в отместку тоже, тоже, типа, перед родителями. Но родителям не говорите. Да, родителям не надо говорить, не все всегда можно говорить. Ну и вот, ну, не знаю, просто разные ситуации. Все равно кобелину всегда видно. Или, дети, уйдите от экранов. Ты бы простил один раз. Ты бы простил измену? Фигу бы ты простил, я тебя знаю. Ты ни за что не простишь измену. Ну, на самом деле, мама меня очень плохо знает, и как бы это... Ну, и раз бы простил, но второй бы раз бы не простил. Ну, я бы, может быть, простил бы, но все равно это в голове бы сидело. Ну, я бы сидела, да. Не, ну, я бы простил. Ну, в голове все равно бы это сидело. И вот мне с твой не каждый сможет. Ну, это да. Слово, это очень сложно. Там же какие разные, да, бывают ситуации. Не, я говорю, а половина рассуждает так. Ой, ну она ничего не знает, но она ничего не знает, значит, не спойман не вор. Или женщина рассуждает. Ой, муж командировки, а у меня есть друг Васька, и мы с Васькой закуролесим. Ну, я, Илюш, тоже, например, не понимаю, но бывают такие случаи, просто я знаю, да, как бы, допустим, муж изменил, и жена все равно ради детей продолжает с ним жить. Ну, я считаю, что это тоже возможно, и это правильно. Но, постоянные упреки, понимаешь? Все равно жена при случае постоянно все равно его упрекает и тычет тем, что он ей изменил. Ну, ты считаешь, это тоже правильно? Илюш, а ты бы считал, не простил бы ты? Ой, сложная тема, измены разные бывают. Но самое чё, ну, разные бывают, правильно? Разные изменения. Разные люди, разные ситуации. В Казани салют, день города. Вау, Казань, с днем города! Тема там вообще сложная. Тема затронули очень сложная, да. Очень сложная. Но жизнь не останавливается, и вот девочка говорит, плачет, но я хочу вам сказать, что это тебе жизненный урок. Я как бабка Ванга сейчас тебе расскажу. Это тебе жизнь делает такие уроки, чтобы ты стала еще сильнее, и значит, ты будешь в будущем еще счастливее. Вот так. Я считаю, что в жизни, вон, предательство. Мне кажется, у каждого в жизни было предательство. И я вот, у меня, знаете, сколько до срачки было предательство? И сидишь, думаешь, блин, ну почему опять 25? Ну за что? А потом хоп-хоп, время проходит. Ну я хочу сказать, самое главное, нужно оставаться сильной, не падать духом. Не падать духом. Не падать духом. Нет, ну все равно, Илюш, я просто, ну там, пусть, ну, к примеру, у меня не было измена, да, но у нас был большой горе, сгорел дом. И опять возвращаясь к этой теме, я думала, ну все, прям, ну это, ну вы не представляете, что остаться вообще без всего, без всего. Вот, и в таком возрасте, это было 6 лет тому назад, но ничего, 6 лет они больше. Ну, может, 7, я уже даже не помню, 7, наверное. Но мы не пали духом, вот все, как-то Илья прям сразу бизнес открыл, после этого. То есть, вот нам нужно было пройти, наверное, стрессовая ситуация нам нужна была. Это мои вторые отношения, и опять предательство, но там было, но там был просто парень. А тут брак. А тут брак. Ну блин, знаешь, бывает и в браке такое. Хрен его знает. В Казани отличное лето, отличное урожай, спасибо вам, Юлия. Пожалуйста. Вот знаешь, что, вообще, ну да, ну бывает такое. Конечно, это грустно, но падать духом не надо. Бывает вообще, люди живут, живут и под старость лет, да? А, под старость лет. Под старость. Я вообще не понимаю, когда там уже... Жили-жили. Жили-прожили всю жизнь, детей вырастили, дети взрослые уже, все. Им там под 60, а он уходит к другой. Моя мама простила измену. Но я вот знаю, вам хочу рассказать кое-что, что я знаю о знакомых, у меня тоже знакомые есть, и там тоже в паре простили измену. И сейчас все хорошо. Ну, как бы хорошо. Ну, опять, ты же не знаешь, как там хорошо. Когда хорошо? Ты считаешь, что хорошо. Можно жить и не показывать виду и говорить, что все хорошо. Ну, самое главное, конечно, никто вам не посоветует. Вам должны посоветовать... Я хочу вам сказать... Нет, я вам вот хочу одну тему затронуть. Пускай это звучит грубо, но, дорогая моя, как зовут девочку? Ты на маму похож. Спасибо большое. Как зовут девочку, которая плачет? Забыл. Надо это. Я вот хочу и кое-что сказать. И всем хочу сказать. Мужчинам и женщинам. Короче, Маша я. Дорогая Маша, вот сейчас многие, может быть, меня там сейчас тапками и носками тухлыми закидают. Я хочу сказать, надо любить себя. Вот мужчины и женщины. Вот вы сейчас сидите, любите себя больше. Понимаешь, все идет от нервов. Раки, всякие болезни, смерти, склерозы рассеянные, всякие болячки, понимаешь? Вот, и Лена. Вот, понимаешь, говорят, фу, эгоизм. Ну и что? Срать, эгоизм. Я люблю себя, я хочу жить дольше. Да, ты будешь там с кем-то, да, понятно, у тебя будет вторая половина, но нифига себе, тебе кто-то будет нервы трепать. Надо любить себя. Правильно, блин, будешь на нервозе думать, ой, мне дорогая изменила, ой, мне дорогой изменила, и в ящик сыграете. А скажут, ой, Зинка-то любит себя, эгоистка, да ей вообще никто не нужен. Зина просто хочет жить в резине. Жить хорошо, надо любить все равно себя больше. Заботиться о себе, о здоровье, о том, ой, в себе вот эти... Бабушка спит, это не баба. Я не сплю, я не сплю, я просто плохо вижу. Мы... Значит, надо себя любить, понимаешь? Вот так. Ну и всех надо любить, но в первую очередь о себе заботиться. Бабушка спит, не сплю. Бабушка, глаза открой. Ну не могу, у меня такие глаза. А на тебе очки на такие глаза нарисовать открытые. Как можно? Скажешь, ты че, курнула? Нет, просто щурить, потому что... Ты не щурься, глаза ширят. Ну шрифт такой мелкий, это вообще... Я тоже сейчас только поняла в 46 лет. Я хочу сказать, Лена, Лена, не вижу, никто же. И правильно, только в 45. Это хорошо, что в 45, еще вся жизнь впереди, понимаешь? И правильно. Каждый... Я вам хочу каждому сказать, что каждому прозрение приходит в определенном возрасте. Вот. У меня аж это. Мне пришла, не скажу свой возраст, потому что мне 18. Это хорошо, да? Допустим, у меня даже ученики есть. Ой, что-нибудь там у нас не получится. Я говорю, все у вас получится. И так и по жизни надо рассуждать. Есть, есть видео. Забейте, Юля, меня это орхидея. Орхидея. Есть. Или в саду, или в огороде орхидеи. Как сделать пастилу? Есть видео? Нет, мы видео не снимали, очень длительный процесс. Илья, стоп! Ну, давай, отомри. Ха-ха! Все. Снимите пастилу. Ой, вы знаете, это так долго, честно. Можно. Я прибежала на электричку с работы домой, хорошего, а побежала, хорошего вечера, приятных посиделок вам. Спасибо. Тебе реально... 18? Да нет, конечно же, меня просто часто спрашивают, сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Я посмотрел Флориды, Ялты, она всем говорит, мне 18. И я решил тоже говорить. Ну, вкусно. Мне 18 с хвостиком. Так, спасибо, дорогие, надо любить себя, это верно. Видите, его не хочу. Ну, и не смотрите на него. Правильно ли я сказала? Себя любите. Илюк сегодня фирменной кружкой. Ну, правильно, от себя чуть-чуть любит. Ну, надо любить себя. Там не чай, там вода с лимоном. Там вода с лимоном. Пастилу из груш нет, не делала, варила конфитюру. Пришлось, представляете, слив нет в этом году урожая, а хорошее сочетание слива и груши. Пришлось сливы покупать на рынке. Еще раз смотрю, знаете, какую фигню маме рассказывал? Типа, Малахов, какая-то программа Малахов, плюс там тара-та-та. И типа, там есть какая-то процедура чистки организма лимонами. Прикинь. Там надо сок литрами лимонный пить. Хочу роллы из лаваша. Передайте хоть один. А я вот, знаете, что хочу? Я вот, я бы, если бы съел бы ролл, но не жареный. Просто. Такой, да? Роллы. Вкуснятина. Я сегодня в обед поспал. Как в детстве поспал. Нет, не растет облепиха, я ее не сажаю, потому что я насмотрелась у соседки, как она с ней борется, как она это ужас, поросль дает. И я сказала, нет, я облепиху не хочу. Да, она мне и не нравится. Да? Угу. Пока. Сказала, в ролл ветчину добавить. Можно ветчину, в чем вы не хотите. Мне кажется, туда все что угодно можно добавить. и ветчину, и все. Я вообще в лаваши заворачиваю все подряд. Я даже бывает плов насыплю, в лаваш заверну и ем. Салат заверну. Все подряд туда можно завернуть. Он универсален. Илюх, Ленка, я смотрел матрасы вообще. Женщина умерла после. Я тебе тоже говорил, что это ерунда. Какой кошмар. Добрый вечер. А я говорю, 25 в больнице задумал. А-а-а. А не, иногда я вам, я хочу вам сказать про возраст. Девочка говорит, что она всем говорила 25, потом ей спросили возраст, она задумалась. Мне тоже. Знаешь, чем взрослый ты становишься, тебе спрашивают, сколько тебе лет? Там где-нибудь. И ты такой, я зависаю. И я такой, так, стоп, я такого-то года. И я начинаю высчитывать, прикинь. И я такой, блин, сколько мне лет? Я забываю. Это круто, когда вы забываете свой возраст. Но не забывайте, где вы живете. Чтобы домой вернулся. Ну да, ты знаешь. Ахахах. Точно. Сегодня был настроен видос снимать, башка болеть не буду. Да вообще, погода какая-то. У меня тоже такое состояние сегодня, нестояние. Загружу посиделки на YouTube. Посмотрю кого-нибудь прям вообще, вообще, что-то подустал. Мы в Икеа Матрас. За сколько сейчас нули? Почитаю, 10 покупали. Хороший. Я хочу в Питер на выходных. Друзья не хотят. Всех все лето зову. Я тоже в Питер мечтаю поехать. Это Матрас, я хочу кровать. Я обязан купить себе кровать. Какую кровать ты хочешь? Ну, хочу матрас, мам, я сплю, как бомж, блин. Пружины в боках пиявкиваются и на какой-то дешманской за 3 500 пирине. Просто купить хороший матрас вам съесть на фабрику матрасов. А у нас есть фабрика матрасов? причем хорошая очень фабрика. Дорогая? Дорогая. Да, ночью поехал, прикинь, кошмар. Утром поехал, потом мне говорят, ой, а мы тоже хотим в Икею, уже поехали. В романтику идти. А что такой здравствуйте, передаем за проезд, а я на матрасе. Работаю в городе в сентябре. А, там доставка, там доставка. Какие работы сентября? В сентябре сейчас посадка клубники, подготовка грядок чесноку и до 20 сентября я должна посадить чеснок. Вот, Ленка, реально кровать будет и будет такой как Каладин. I can show you the world. Бутова, чертанова. 5 градусов надо теплицу, если ночью 5 градусов. Ну, вы знаете, если честно говоря, я пока еще не закрываю. Мам, я решил на матрасе лететь над городом. I can show you the world. 5 градусов закрывайте, только ставьте форточки. Двери прикройте. Форточки оставьте. Привет, Оля. 100 лет тебя не было. Да, куда-то пропало. Дневник доставай, тебе двойка за прогулы. Завтра в школу с родителями. Блин, какой-то прыщанок скачал. Везде где продают матрасы есть доставка. Думайте, блин, ну просто прикинь, я тут кровать купил за 10 тысяч, а люди некоторые... Каждый день бывает она. Да, ну просто мне кажется, когда-то ты прям молчала, молчала. блин, сколько хороший матрас. Сейчас матрас хороший, где-то стоит... Можно весь сентябрь. Матрас хороший стоит где-то двадцатку. консервирую. Помидоры, варенье варю. Да, по разной консервации делаю. Салат всякий. Весной сад клубники можно садить на укрывной. Можно, но мне вот больше нравится все-таки посадка оснем. Осне удобнее. что красных сердечек нет, одни зелененькие. Угу. И коричневых нет. Ааа, бог ты мой, матрас сорок тысяч. Ну небось удобный. Вот так. Добрый вечер. Мой такие, блин, вот я знаешь, мечта вот, чтобы лечь и как в отеле хоп и уснуть. Я тебе говорю, надо на фабрику матрасов, они даже гарантию дают там, на свой матрас. Ладно, сейчас в сентябре заработаю баблишко и куплю себе матрас. А может цепочку продать и матрас купить? Приду к ним на матрас, скажу, вот это все, что у меня есть драгоценное, дайте мне матрас. Ага. Скажу, Айнанэй, Чавэла, забери все золото, дай мне матрас. Я не обрабатываю осенью, вообще, я все оставляю в покое. Барную стойку, Ленка, надо там еще на квартиру добраться, я вообще никак не доберусь туда. Все планирую, планирую. Нет, оставь цепочку. Оставить? Ну ладно, я вас тоже послушаю. Что тебе говорят? Ну такая тяжеллючая, до лучших времен. Мяуна ставлю. Парушка спит. Одна такая, что сидишь такая. Да я не сплю я, я не сплю. Скажешь, что вырубила тату Юлю. Обмен часы на трусы. Да. Это точно. Я вся в дубах. Что? Фу, с трусами такая тема у меня была ужасная. Вы знаете, осенью под перекопку я ничего не вношу, потому что я считаю, это пустая затея. Потому что все все равно вымывается и весенними водами, и все. Я все люблю делать весной. Вот весной я только что, я все поле свое засею рожью. Сидиратом. Вот. А весной я уже потом вношу. Ну, вот так делаю я. Делай, как я. Делай, как я. Нет, у вас право. Я всегда говорю, у вас право выбора. А то скажет, Юля не учила. Весной начинаем. Как только можно войти на огород. Как только позволяет земля уже начинает вернуть. Понятно, в голодный год цепочку отдашь. Есть будет нечего, а матрас не отдашь. Ладно, хорошо. Про трусы. Про трусы. Кино и немцы. Ну, я говорю, у меня история была смешная про трусы. Раньше же мы не буду рассказывать. Вот вы лайки не ставите? Ну, вот весь сентябрь еще можно сей. Вот если хотите историю про трусы, надо много лайков потыкать. Вот сейчас сейм рожь. Весь сентябрь сейм рожь. Смело. Та-та-ра-та. Голодного не будет. Не, у него не будет. Расскажи, я ставлю. Короче, ситуация про трусы. Только не ржите, ладно? У меня в прошлом был в биографии пункт, и я танцевал в клубах. Ну, типа мы там, помнишь, костюмы шире там, типа в клубах, ну там, на тусовках танцевали. И нас позвали в какой-то город другой. И там дали нам такую гримерку маленькую, вообще маленькую. Мы там переодевались, а мы если танцуем, то потеем очень сильно. И мы такие все оттанцевали, отработали, и та-та-та. И потом там девочка знакомая нас развозила. И она такая, все, быстрее, быстрее вещи собрали. Мы три выхода по 15 минут сделали, бабки получили и уехали. Мне на следующий день звонит эта девочка и говорит, Илюх, мне там администраторы клуба и говорят, у нас какой-то мужик трусы потные оставил. Мне так было стыдно. Вообще. Она ржет, потом меня подкалывала, говорит, что ж ты так убегал, что аж трусы забыл. Вот так. А еще в одном клубе мы тоже так же гримерку дали маленькую. И мы вот так, когда уезжаем, мы все со стола вот так сгребаем, сгребаем, сгребаем. Я на следующий день утром просыпаюсь такой и сумку разбираю, ну там костюмы там постирать. Смотрю, какая-то тряпка. А там еще иногда стриптизеры и стриптизерша приезжают. Смотрю, тряпка черная. Какие-то по краям кнопки, какие-то дырки на тряпке, какая-то прям, такая тряпка прям, как какая-то лощеная. Я начинаю кнопочки соединять. Раз, кнопочку, два. Думаю, что ж получится? Три, четыре. Короче, соединяю, смотрю, штаны от стриптизерши или от стриптизера. Обоссаться, прикинь? Я потом их, и главное, так медленно эти кнопочки соединяю. Думаю, интересно, что в конце получится? Настроение поднялось. Вообще, в клубах, это вообще торжачка. Но потом, все это надоедает, вообще ничего не хочется. Смеемся. Главное, такой хоп, хоп, хоп. Потом говорю, господи, я у кого-то штаны из коммунии сделал. Кому-то же работать не в чем будет. Сегодня у нас спокойно. Геолог оценит. Есть. Ой, сердечки сиреневые. Прямо, мне кажется, давление. У нас сегодня то солнце, да, то дождь. Куда я их там выкинул? Они какие-то драные. Я думаю, блин, мало ли, какие-нибудь тифозные. Я их... Быстрее. Не сгласьте. Илюша, залог хорошего настроения. Однажды в Москву поехал на собеседование, куда-то на работу устраиваться, в школу танцев. И перед Москвой, и перед Москвой, знаешь, чё? И типа думаю, пойду-ка я в Макдак поем. А я там в рубашечке, тра-та-та. Думаю, такой, типа, на собеседование. В эстетику было устраиваться. И я такой думаю, салат поем. И купил салат, он заправка майонезной. И я этот пакет беру, беру такой, а мне уже там на собеседование уже через полчаса пакет не открывается. И я вот так беру, думаю, я его сейчас выдавлю. Я вот так беру этот майонез, и он мне так на рубаху. И я такой, ах! И пошел с майонезом на собеседование. Ну и что, взяли? Ну взяли, поработал там потом. Я быстрее в туалет, туалетной бумагой затирать это все. Плевать там. Все, выходи быстрее. У меня там стирка дает. Я все там... Ну, обычно можно еще наизнанку одеть. Правильно? Ну и что? Пикнута все равно остается. А с вами здорово. Да сегодня вообще, согласитесь, день какой-то прям тяжелый. Угу, день тяжелый сегодня. Это ваша жена? Нет, это моя мама. Вы что? Ужас. А вы у нас первый раз, наверное. Мне кажется, Полина, Полина Ксаталевская, вы, наверное, комнатой ошиблись. Во, началось. Комната, комната куклы, муклы, пупсики, Винкс, это другая комната. Вы ребеночек не задать чуть-чуть. Юрий у вас тоже одуванчики хлыбнику любят. Мы видеоблогеры. Вот когда они только начинают, мы с мужем, постоянно у нас есть такая ковырялка, ходим, их ковыряем, эти одуванчики, и все равно их очень много. Поэтому сажаю на укорбной. Вы в больнице? Нет. Мы, мне кажется, Полина Ксаталевская, мне кажется, вы ошиблись в комнате. День просто капец. листики блестят у орхидеи. Не знаю, я их изредка обязательно просто протираю ватным диском. Они не блестят обычно? Нет, но это говорит о здоровой орхидее. Если листья не блестят, то это плохо. Юлечка, как ваша блогерская деятельность? С чего начиналась? А как начиналась твоя блогерская деятельность? Блогерская деятельность? Вы знаете, честно говоря, я вот это вот слово блогер... Сейчас ловлю, заблокирую эту манда... эту малолетку. Да, вот как-то мне вот слово блогер вот по отношению ко мне что-то мне не очень нравится. Как-то... Пока, Полина Кротиславская. Хо-хо-хо! Дышь! Дышь! Вот. Сходит, конечно, по всему огороду. Прекрасно всходит. Кинозавр. Самое главное, ставьте ее, чтобы она зацвела и рассыпалась. Это... Че хотел сказать? Кинозавр в салате клевая. Ну, мы любители-то, знаешь. Я очень долго тоже не могла ее понять вкуса. Вот потом, да. Особенно с мясом. Вкусно. Да вообще, сейчас уже на огороде как-то все печально. Так, довольно-таки. уже осенняя, хандрана? Ну, да, уже все. Как-то урожай собирается, эта пустота. У нас тоже дождь. Хочу понять тоже. Что понять, непонятно. Носочками пахнет киноза. Да, это точно, кстати, носками пахнет киноза. Ох, вы же еще мои после тренировки не нюхали. Вы сразу кинзу полюбите, девочки. Так что, ох, кинзу. отдохнуть, но клопами, да, кому клопами кажется. А как клопы пахнут? Ну, это вот такой есть вонючий, зеленый клоп-то. вонючка американская. Вонючка американская, так. Но вы знаете, у меня всегда руки чешутся, и как бы, я не прекращаю даже, вот сейчас вот будет осень. Я, значит, буду в зимнем саду, что-то уехать сажать. А я вам хочу пожалиться, я этим летом даже ни разу не купался, стыдобище. Ничего, что не купался-то. Никуда не лить стал, где море было. Мне вкусно. Мне тоже вкусно. Мне тоже вкусно, я люблю траву. А я сейчас решил подсесть еще и на каши. Каши, какую купил последнюю? С отрубями какую-то. Геркулес с отрубями. Геркулесовую кашку. Ну, да, вот и базилик, ну, вообще все травы, это чисто индивидуальные на любителя. Вот. Зевнул, так зевнул. Я не купалась, хотя живу два часа езды от моря. Во. Под новым душем не мылся. Юля, рожь, пора сажать. Да, пора. Многие в водоемах, о, ума обороны, стафилококки, это которые в рот влазят, бактерии какие-то, или как? Стафилококк. Какая-то инфекция. Типа ротовая какая-то, желудочная. Особенно дети. Поэтому лучше у себя в бассейне или в душе зеленовка. В бассейне это извращение. На коже. На коже. Ну, это типа как нарывов, наверное, что-то такое стафилокк. Я вот не могу в этих водоемах купаться в Московской области. Это Ахтунг. Дна не видно. На дне какая-то тина тебя за ноги хватает. Грязь. Это какой-то жесть. Веруа Мерлен. Вот, кстати, вот сейчас у них всегда идет очень хорошая оценка бассейнов. Вот в это время. Уже сезон закончился и можно купить очень дешево бассейн. Нырнешь? Да, Ленка, что-то меня на крупу вообще потянуло. На крупу. Нырнешь, блин. Сколько стоит? Ой, наш я не помню. Жижа, а еще ужи и лягушки. Ой, ну ладно, хрен тебе лягушки. А вот так выйдешь и пиявка на тебе сидит. Да это вообще в кому впадешь, прикинь, вышел ловить в пиявках. В пиявках. А в масках-то детьми были, ныряли, что-то на дне ищешь, там какие-то кошки дохлые плавают. А мы с маской ракушка, ракушки собираем. Примерно сколько? Ой, даже вам не скажу. Что, бассейн сколько стоит? Да сейчас спик скажешь, да? Ну, сейчас цену-то вообще не предсказуемую. Смотри опять, смотри, какой объем вы хотите. Опять, каркасный, надувной или... Это... поэтому цены разные. Как вам? А пиявками же лечится. За сколько ты покупала? Да мне кажется, он не дорогой, где-то около 4. Тысячи пять? Около 4. Или 4, вот так где-то. Район, да. Вообще-то пиявки. Пиявки, прикинь, некоторым пиявок... Ты знаешь, я помню, дедушку своему пиявками лечили. Без бассейна нет жизни. А я не люблю такой бассейн. Он, блин, неделя прошла, он зацвел. Здорово куплю. Ну, зацвел. Вот надо, не как я видел, вот это Нинелли, Нинелли ромашка всегда выходит. Вот она скинула. Я насыпал медный купорос. Вода прозрачная, но почему-то дно все равно вот дно грязное. А на море кишечная инфекция. А я помню, один раз даже летал в Арабские Эмираты и ни разу не купался, прикинь, за неделю. Холодно было. Там бывает холодно. А я помню, у нас есть пруд, и помню, мы детьми купались, и там коровы поспились и купались. Причем мы какали в этот пруд. Привет. Hello. Вы знаете, специальные средства это все-таки вот как-то химия, это все, но вот медный купорос и морскую соль мы добавляли. Но долго не цвела у меня вода. Как дела? Почему на английском? Да. Видно откуда-то издалека. Да? Сердечки чё такие редкие? Капуста. Капуста. Как зовут? Нормально. Маму зовут Тота Юля, меня Илия. 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 А чё вы тут делаете? Мы общаемся с нашими друзьями. Мы общаемся с нашими друзьями. тетя Юля тетя Юля тетя Юля Тота Юля Тота Юля А кто меня зовут Тота Юля? Чурки. А, да, узбеки у нас работали. Тота Юля. Тота Юля. А потом спросили Хола. Хола. У меня был преподаватель и жестранец. Он главный типа, когда день зарплаты, он все слова понимает, а когда ему говоришь работать, он говорит, я ничего не понимаю. Я говорю, слушай, ты мне до этого говорил, что понимает. Там, тататат, зарплата скоро. Ой, я все понимать, понимать. А работать будешь? Ой, плохо бы говорить по-руйски. Извини, лево, право, ча-ча, раз, два, ча-ча. Да, посадить всегда на огороде хочется всего, много, разного, но физически невозможно. Я тут, короче, решил купить себе для солярия всякую атрибутику. Крем. Ага, они так подорожали. Жесть. Ну, я думал, что люди, когда приходят загорать, иногда крема спрашивают. Привет. И я, короче, позвонил в пару и мне сказали, мы Серпуху, Московская область. Кто мы? Мы видеоблогеры. Что мы тут делаем? Мы общаемся с друзьями. Откуда вы? Сколько лет? Нам по 18 лет. Почему вы так в 18 лет плохо выглядите? Мы просто без грима. Да вам кажется, что... Просто я не говорю, сколько у меня соток. У меня немного соток. Это кажется. Кажется. Все думают, что там гектары, как мне пишут. Нет. У нас немного земли. Абсолютно нет. Это все зеркальный эффект. Камера все вытягивает. Это... Да, это обман, наверное. Илья показывал. Да нет. Бабулька шикарная. Но это не бабулька, это моя мама. Бабулька. Так, а кто это? Фома. Фома. Бабулька. Фома, да. Я не могу. Бабулька. Я вообще не люблю, когда женщину называют бабушкой. Нет, когда внуки называют хорошо. Не, не, не. Камера худит. Не, ну ладно. Ну, они знакомые. Вот чувак пришел, говорит бабулька. Вы знаете, я не знаю, какая камера худит. Я в фикс прайсе была. И женщина одна. Ой, Юля, в общем она меня узнала. Говорит, я смотрю все время ваш канал. Сейчас расскажу вам. И она сказала, надо же, как же камера вас полнит. Она мне сказала. Я никогда не думала, я думала, что вы намного полнее. Вот она сказала, что камера полнее. Меня спрашивают про солярий. Один солярий у меня в Серпухове стоит. Он стоит у меня очень дорогой. Я его никогда продавать не буду. Он очень клевый, очень качественный. А другой у меня в другом городе стоял. Мы его решили расхерачить. Прикинь. Мы его взяли, разломали. Попытались. Я из Серпухова. Ну, видишь, мы счастливы за тебя. Мы тоже из Серпухова. И вот. Мы его разбомбили. И в один солярий мы его попытались разобрать. Он разломался. И, короче, я его покупал давно. И я сказала, все, да, мы с папой решили сломать. И нафиг он нужен. А в Серпухове у меня вы что? Знаете, какой офигенский солярий. Вы очень хорошо выглядите. Живу возле Б-класса. А мы, значит, соседи. Соседи, да. Мы тебя видим. Выгляни в окно. Ты у нас на мушке. Понятно. Понятно. Вот так. Идите спать, отдыхать. Завтра ждем влоги от обоих. Ну, мы сейчас чуть-чуть посидим. Да, еще пообщаемся. И пойдем. Так что, не забывайте, Серпухов далеко от Москвы? Нет, я езжу час езды, час десять. Так что, очень приятно, что наши, видишь, каналы смотрят и следят за нашими влогами. Недалеко. Вы хорошо выглядите. видишь, чувак сразу же переобулся. Сначала бабуля, а потом, слушай, бабуль, да ты ничего такая, Да ты красотка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Все смотрим. И за творчеством песен. Вай-вай-вай. Пою и загружаю для вас. Моя лавантика, да? Ага. Илюх, как там моментальный загар? Пошло дело. Ленка, это вот это, ну, есть клиенты на моментальный загар? Да убери его. Б-класс, давай иди. Малолетка. Ой, я его куда-то не туда. Сейчас потом, вот. Школа твоя в Серпухове? Да, моя школа в Серпухове. А моментальный загар? Там очень эти флаконы дорогие. Я, допустим, клиент появляется, я покупаю, потому что большие флаконы, они быстро портятся. Киркоров шикарен. Вообще Киркоров, да, я люблю петь Киркорова. Киркорова. Зеленое сердечко. Убери его, мама такая. Ходячие мертвецы. Илья, убери его. Сейчас, подожди, подожди. На прицеле. Где этот какашечный гном? А я день посмотрел, виноград уже начинает спеть. Асталависта, Астаманьяна. Ходячие мертвецы. Смотрели сериал Ходячие мертвецы? Лост был. Лост был. Сериал тоже клевый. Смотрели. Наелась. Ты как Бандерас. Ту-ду-ду. Ту-ту-ту. Кучу-ку-ку. А, блин, виноградику бы сейчас был. Моментальный загар, это который наносится на распылителем. Да, покупал распылитель, ездил обучаться, занимался этим, потом подзабил, потом люди сказали, ой, типа, ну почему мы хотим, хотим, и я сейчас заново стал этим заниматься. Из винограда делаем вино домашнее и компот. Вот такой пылесос есть. Виноградник полнит, нифига себе. Я знаю, пучит от винограда, а то, что полнит. Наверное, глюкоза сладкий. Не думаешь. Ленка, у меня, видишь, под настроением, не пою, не пою, а иногда хлобысь, хлобысь. Ночью прилив. Ночью прилив. Только сейчас небо споют. Да, у нас удочка. Поначалу пошло, а потом затихло. У нас в салоне. Ну, это так, это... Ну, молчу. Это вот поначалу. Ну, как? Это, в принципе, это прикольно, моментальный загар, да? Ну, как вам сказать? Это дорого, все равно довольно-таки. Я вообще по дешевке делаю. Я делаю два нанесения за полторы тысячи. Но мне это так муторно. Это время. Это вот этим пылесосом. Повернитесь, выверните руку. Поднимите руку. Не сводите руки. Стойте, сохните. Ну, загар получается довольно-таки прикольненький. Ну, главное, не... Знаете что, не надо брать тон, да? Допустим, ты светлый, а ты хочешь супер-темным. Тогда сходить будешь неравномерно, да, мам? Меня мама тоже наносила. И у нас вот такой темный момент. Я знаю, просто сейчас в некоторых местах по две тысячи. И тоже, я помню, к одной девочке пошел, думаю, да, я посмотрю, какая методика у нее. Она меня раз, два, три. Все, свободно. Я такой, а второе нанесение? Она такая, нет. Я такой, экономка. Ушел, хлопнул дверью, я больше тебе не приду. Юля, а вам слышно, как... Илья поет ночью. Вы знаете, я, наверное, так за целый день нахожусь, что я ничего не слышу. Нет. Блин, понимаешь, про солярий хрен его знает. Я, конечно же, у меня и солярий есть, но я, мне не хватает времени. Я после работы так ушатываю, что мне не хватает времени сходить. Но это клево, да? Моментальный загар на свадьбу, на день рождения, на выпускной, на выступление. Моментальный загар на свадьбу, там жей, жей. Сегодня у нас спокойно. Да. Ну да, вредно. Но я в солярии пять сеансов загораю. Норм, как после моря. Долго держится. Я тысячи пятьсот. И зеленых на лайк. Вау, молодец. Вот зеленая у нас, самая крутая. Вон сколько лайков натыкала. Ой, другие полетели. Ну-ка, три, четыре. А как ты узнала, что ты тысячи пятьсотная лайкала? Кто побьет рекорд в тысячу? Помнишь, как тогда никто не общался, все тыкали? А я? А я не знаю, как смотреть. Как смотреть? Где посмотреть? Статистика, говорят. Это... Во. А еще можно сдвинуть экран вот так, хоп, и рассказать друзьям, и кто-то придет на трансляцию. овсянку варишь или только гречку? Гречку. Что гречку? Я тебе варю. Когда это ты мне варила? Здравствуйте. Овсянку ты какую-то заливаешь горячим молоком и в микроволновку. Не, вернее, молоком и в микроволновку. Ну что такое осень? Я все запариваю кипятком. Ой, гречку кипятком, мне кажется, лучше сварить, не полениться. Потому что можно желудок поцарапать. Да. Если, тем более, в желудке мало ли там язычка. Эй, бабулька, а тебя? О, я бы тебя... О, вау. Даже тебе же 12 с половиной, малыш. Ты куда? Подожди. Подрасти чуть-чуть. Какой богатырь-то какой. 11 с половиной-то. Диви. О, видишь, сосед наш по району. Да, может, что он и не сосед? Я думаю, это какие-то, наверное, это, знаешь, сексуальные маньяки непонятные, неуравновешенные. Вот честно, вот какие-то больные люди. Больные люди. Я считаю, такие вещи пишут больные люди. Спасибо вам за приятный вечер. Пошла малышавку. Ну, мы, наверное, тоже очень пойдем. Чуть-чуть. Пескодрончик пишет. Ха-ха-ха. 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 Это профессия, наверное. Наверно. Ну, что, сколько времени в Москве? Есть уже 11? Это он, наверное. Мне кажется, уже 12-й час, потому что у меня глаза закрываются. Наверное. Сейчас, наверное, 23-15. Сто пудов. Скажите, сколько сейчас в Москве времени? 25-й час. Надо спать ложиться. Граждане, мы что-то долго сегодня. Спокойной ночи. Давай, даю. А, установку даю. Так, девочки, мальчики, завтра среда. Среда у нас у всех будет очень хорошая, веселая, улыбчивая. На работе все будет замечательно, работы будет мало, впечатлений будет масса, и всех ждет в промежуток от 14.00 до 16.00 какой-то сюрприз. Все. Спокойной ночи. Да. Спокойной ночи, девочки и мальчики. Пока.